Добрый день, господа! Вашему вниманию линейка разновидностей 50 копеечных монет 2007 года Московского монетного двора. Убедительная просьба, если смотрите в Одноклассниках, переместиться на YouTube. Ну и не забывать подписываться, ставить лайки и кликать на рекламу. Значит, вначале разберёмся по аверсам. Штемпель А. Здесь у нас буква М напоминает букву W перевёрнутую. Штемпель. Так, и да, кан широкий. Как отличают кан широкие катушки, кроме визуального? Ну вот, кончик копья всё время ближе, чем у узкого. Это штемпель А. Потом идёт штемпель В. Здесь буква М правильной формы. Вот видите, вот. Здесь W перевёрнутая, кассиопея такая перевёрнутая. И штемпель В. Буква тоже правильной формы, но кант ушки. Видите, расстояние между пальчиком и кантом большое. Здесь маленькое. Здесь большое. Существует ещё штемпель Г, но там монета пиратская. Там кант очень широкий. Просто взяли и штемпелем пятикопеечным штампанули. Чем отличаются пиратские от обычных? Их не случайно ляпнули и воборот выпустили. А специально на продажу. Ну, поскольку там монета уникальна, у меня её нету. И найти её вам будет практически невозможно. Идём по реверсам. Три варианта. Штемпель 4.11 и 4.12. Здесь канты широкие. Отличие заключается в том. Вот стебель над узелком. Так, что-то у нас тут заходит за кант. Вот касается канта выше. И вот здесь выше. Касается канта. А стемпель... Стемпель 4.12 Ниже. Ну, то есть здесь изображение увеличено. И здесь тоже. Раньше заходит за кант. Это 4.12. Ну, сравните. Вот этот. И вот этот. Ну, и штемпель 4.3. Это просто узкий кант. Вот эти реверсы и аверсы между собою пересекаются. Рассмотрим вначале со штемпелем В. Так. Штемпель В. И штемпель В. Здесь кант узкий. И здесь кант узкий. Мы их перевернём. Тикс. Ну, теперь видно, что у одной монеты с узким кантом на аверсе и на реверсе узкий кант. Это штемпель 4.3 В. Обычная рядовая 50-копеечная монета. А у этой, где на реверсе был узкий кант, здесь кант широкий. Эта монета нечастая. Ну, и 4.12, потому что здесь вот заходит ниже. И дальше тоже ниже. Тут монета нечастая. Ну, отсилуется на полтинник, может быть. И найти её несложно. Дальше. Сейчас мы тут нахимичим. У меня просто места не хватает, я передвигаю. Дальше со штемпелем А. Со штемпелем А. А. У нас три варианта. Вот это все монеты со штемпелем А. То есть, везде широкий кант и перевёрнутый W. Так, 4.11 А. 4.12 А. То есть, вы видите, что здесь, опять же, изображение увеличено или уменьшено. Вот здесь, где заходит стебель выше и здесь выше, это обычная монета 4.12. Вот в этом варианте со штемпелем А. Где ниже, ниже. Это уже нечастая монета. И третий вариант 4.3 А. Здесь у нас Кант на реверсе узкий. Это тоже нечастая монета. Так, сейчас у нас местечко освободится. Тоже мы разгребём. Кант широкий. Дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Штемпель B. Тикан широкий. Буква M расположена правильно. 4.3 B. Перевернули кантушке. Там был широкий, здесь узкий. Нечасто встречающийся монету. И тоже штемпель B. Тоже перевернём. Вот здесь у нас Канты широкие. Ну, опять же, вот это рядовая монета. Здесь, опять же, стебель касается ниже. И здесь ниже. А это 4.11. Здесь выше. Здесь выше. Вот это уже редкая монета. Единственная монета, которая относится к редким из всей этой линейки. Вот я всю терминологию вёл по Сташкину, потому что увеличенный, уменьшенный размер реверса в этих монетах у Кульвелеса не учитывается. А тем не менее, это редкая монета. Вот единственная редкая монета из всей этой линейки. Ну, вот, пожалуй, всё. Достаточно тяжёлый вариант. Много переворачивать нужно было. Не забывайте подписываться, кликать, ставить лайки. Всего вам наилучшего. До новых встреч. Спасибо.